Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, сегодня тема лекции Видеорога следующая Боли при ишиасе с судорогами Это тяжелое состояние, скажем так Каждый человек его приносит по-своему Оно очень болезненное состояние Почему? Потому что это воспаление седалищного нерва Это все то, что начинается от низа спины Простирается по ногам и движется к ступням Человек тащит иногда ногу за собой Иногда ее передвигается с затруднениями Почему? Потому что боли и напряжения не дают человеку полностью Что? Расслабиться и сделать рефлекторное движение ногами Либо туловищем Это тяжелое состояние Частенько, западная медицина, нам говорят, это выпадение дисков Это грыжи межпозвонковые Это воспаление грушевидной мышцы Помните, это очень такая вот мышца Она, вы знаете, настолько болезненная Настолько выводит человека из себя Что человек даже не знает, что делать, когда воспаляется она Ну, это воспаляет Мы относим это к воспалению седалищного нерва Что можно здесь человеку посоветовать? Эпликатор Кузнецова должен быть всегда под рукой Турник должен быть обязательно Вот, вы должны пытаться висеть на турнике Но помните, как бы вы ни пытались, вы расслабиться не сможете Почему? Потому что грушевидная мышца не даст вам расслабиться Вам и себя Грушевидная мышца не даст Потому здесь нужно, скажем так, выждать время Вот Лежать больше на аппликаторе Кузнецова Массажировать икроножные мышцы Стопы А также, скажем так, воздействовать на грушевидные мышцы Как? Через акупунктурные точки У нас на канале есть именно Как воздействовать на грушевидные мышцы Они очень тяжелые Здесь загляните в анатомию и посмотрите Чем может помочь восточная медицина? Первое Нужно знать, в каком состоянии меридиан мочевого пузыря Меридиан почек и меридиан желчного пузыря Это самый важный аспект Почему? Потому что если эти меридианы начинают быть слабыми Вялыми Они смогут своей вялостью, слабостью спровоцировать Боли прише Либо спровоцировать воспаление седалищного нерва Либо вот так вот человек будет управляться и шиас Вот и все Человеку нужно, чтобы постепенно, потихонечку восстанавливать эти меридианы И знать, что эти меридианы в дальнейшем будут вас провоцировать На вот эти вот боли и болезни Почему? Потому что достаточно один раз только проявиться, скажем так Воспаление седалищного нерва Он начнет доставать человека постоянно Особенно тех людей, которые не занимаются своим здоровьем Не знают, в каком состоянии меридианы Желчного пузыря, мочевого пузыря И почек Это три основных меридиана, которые частенько проявляют себя слабостью Либо воспаленностью при воспалении седалищного нерва И точка РП3 Тайбай Поступает точкой, которая поможет нам на первом этапе При сердечных болях, при шассе, судорогами Почему? Потому что у каждого человека по-своему проявляется И шаги По-своему Поэтому данную точку на правой ноге мы То есть на месте боли мы расслабляем А на месте не боли мы тонизируем На следующий день нужно сделать наоборот Ну и конечно же Желательно провести диагностику, дабы знать В каком состоянии мы здесь подчеркиваем Меридиан мочевого пузыря, почек и желчного пузыря Спасибо за внимание